Памятные даты военной истории России, дни воинской славы, люди, посвятившие себя защите Отечества, в центре внимания нашего совместного проекта с военным комиссаром города Искитим Дурандиным Павлом Ахмедовичем. Долг чести, профессия Родину защищать. И сегодня о новой перспективной системе комплектования вооруженных сил расскажет командир действующего подразделения мобилизационного резерва Захар Юрьевич Бурков. А для начала, по традиции, вспомним исторические даты. 7 июля, день воинской славы России. День победы русского флота над турецким флотом в Чесминском сражении, 1770 год. В Чесминской битве, в Хиорском проливе и в Чехминской бухте русская эскадра под руководством графа Орлова разбила и потопила турецкий флот, уничтожив более 30 кораблей и 11 тысяч людей противника на этих кораблях. 8 июля 1960 года в составе Вооруженных сил СССР появился новый род войск и была учреждена должность командующего зенитными ракетными войсками. Эту дату принято считать днем зенитных ракетных войск Вооруженных сил Российской Федерации. Сегодня зенитные ракетные войска являются родом войск, входящим в систему войск противовоздушной и противоракетной обороны Военно-космических сил России. 10 июля является днем воинской славы России, день победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении. В 1709 году состоялась Полтавская битва, крупнейшее сражение Северной войны между русскими войсками под командованием Петра I и шведской армии Карла XII. Битва состоялась утром в шести верстах от города Полтавы. Разгром шведской армии привел к перелому в Северной войне в пользу России и концу господства Швеции в Европе. 17 июля день морской авиации Военно-морского флота Российской Федерации. Дата установлена приказом главнокомандующего Военно-морского флота номер 253 от 15 июля 1996 года. 17 июля 1916 года над Балтийским морем русские летчики одержали победу в воздушном бою в ходе Первой мировой войны. Четыре гидросамолета М-9 авианосного судна Орлица Балтийского флота поднялись в воздух и вступили в бой с четырьмя немецкими самолетами. Победа в этом воздушном бою положила начало истории российской морской авиации. 23 июля памятная дата военной истории России. В этот день в 1240 году русские воины под командованием князя Александра Ярославовича одержали победу над шведами в Невской битве. 25 июля день Военно-морского флота. Один из самых любимых праздников России. Его отмечают не только военнослужащие этих войск, но и все те, кто стоит на страже морских рубежей России. Обеспечивают боеготовность кораблей и частей военно-морского флота. Члены семей военнослужащих. Рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий. Ветераны вооруженных сил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова